Автопробег Дубосары, грузовики и легковые авто едут по городу. Остановки на мемориалах, возложения, курган славы и легендарный Т-34. У меня три специальности военных. Пехотинец, кончил школу младших командиров пехоты, потом стал танкистом, а потом стал артиллеристом. Это один из лучших танков Второй мировой войны. Это Каменка. Олег учится в политехе. Эту машину собрал с папой. Может передвигаться по городу. Вмещают двух человек. Стопливный бак вмещает в себя около 8 литров. Сделали сами, с отцом. За основу был взят скутер японский. Конечная точка маршрута – Кицканский квасдарм. Здесь у обелиска славы собрались все колонны, в том числе из Рывницы, Дубосары, Григориополя. Приехали также гости из Молдовы. Откуда вы приехали? В Пишинево. А почему к нам? А куда еще? К вам? Потому что вы роднее. Все приветствуют, все показывают, что рады нам. Почувствовал с вашей стороны гораздо больше теплоты, потому что с молдавской стороны и опускали пальцы прорумынско настроенные товарищи, и еще что-то было по дороге. А сюда приехали, как в Гагаузи. Здесь так ротненько все. Заезжаешь в Приднестровье, как будто люди другие. Тебе улыбаются, выбегают с гармошками дети. Песни поют, с сиренями бегут люди, машут руками. Анатолий Нестеров живет в Тирасполе, а сам из украинского Актова. Помнит, как Красная Армия освобождала село. На рассвете мы с подвала вышли, а пришла разведка. Два разведчика разведывали переправу через нашу маленькую речушку. Говорили, мы будем на рассвете здесь. Ночью, где-то в часа два, мама нас разбудила и говорит, поднимайтесь, наши пришли. Это было, когда это было? Это было в 44-м году, где-то в марте месяце. Одна из самых массовых колонн из Биндер. Участвует мотоклуб «Медведи» и все желающие, всего 200 участников, возглавляют автоколонну вот такой Т-34. Машина превратилась в танк. Танк Т-34. Как реагируют люди? Все кричат «Вау!». Дальше минута молчания и возложения. Ну и какой праздник без угощения? После митинга всех пригласили к полевой кухне, кормили гречкой с тушенкой.